Алексей спрашивает, уважаемый Михаил Лайтман, мир сошел с ума, как не допустить Третью мировую войну, ведь она будет атомной? Да, конечно, я не думаю, что государство сдержится, я не думаю, потому что здесь они начинают обращаться друг к другу на «ты». Да, вот именно, точно. Вот, они просто «а ты кто такой?» «Знай свое место» и так далее, то есть переходят не к людям, в общем-то, не к руководителям государств, а как будто государство – это личность. И здесь поэтому я боюсь, что может быть, да, что может быть действительно не то, что не выдержит нервы. Я вижу, насколько все-таки один человек может командовать и указать свою волю, свое решение, и все перед ним лягут и выполнят. Этого в современном мире быть не может. Не должно? Нет. Не погрешим только Бог. То есть для того, чтобы добраться до кнопки, нужно пройти огромное количество заборов внутренних и внешних? Да, да. Она не может быть просто в чемоданчике? Она не может быть во власти одного человека, одного пальца, который что-то нажимает, что-то делает. Это должно быть одновременное решение и одновременное нажатие в разных местах, может быть, нескольких пусковых кнопок. Это обязано быть осознанным решением множества. Понятно. Ну, у вас есть ощущение, что это приближается, да, такая Третья мировая? Ну, вообще Каббала не отрицает. Мы же знаем, Балли Сулам пишет. Да. Да, великий Каббалист Балли Сулам написал, что, возможно, Третья и даже Четвертая атомные войны. Да. Так что... И он дальше пишет, для того, чтобы человечество пришло к тому, чтобы... К полному исправлению, чтобы оно убедилось, что на пути к полному исправлению его можно остановить. Но человечество должно преодолеть себя и подняться выше своего эгоизма, чтобы вот этот эгоизм был перед ним, как самый главный его враг. Не американцы против русских и так далее, а именно... Мой внутренний враг, да? Да. Эгоизм. Да. Только с ним может быть война. На уничтожение такое, да? Ну, это называется уничтожение, да. Намерение ради себя. Должно быть уничтожено. Вот оно должно быть уничтожено.